А сейчас об этих и других событиях более подробно. Свыше сотни обращений горожан, пострадавших от рук телефонных мошенников, поступило с начала года в органы внутренних дел. Год от года злоумышленники становятся активнее и изворотливее и находят среди доверчивых магнитогорцев все новые жертвы. К счастью, есть и те, кто готов дать отпор злоумышленникам о старых схемах и новых делах в нашем следующем сюжете. Тревожные, иногда агрессивно-напористые и всегда неожиданные телефонные звонки от мошенников продолжают поступать магнитогорцам. На сегодняшний день, с 1 января 2023 года, в полицию обратилось около 100 магнитогорцев. Но я хочу подчеркнуть, что это та статистика только те, кто обратился. Статистика неутешительная. Суммы, которые передают магнитогорцы, просто исчисляются десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Магнитогорцы оформляют на себя кредитные обязательства и переводят эти денежные средства мошенникам. Сценарии преступных атак не меняются. Звонок родителям о попавшем в беду сыне или дочери. Звонок из банка об утечке денежных средств со счета. Схемы, знакомые до боли, и несмотря ни на что, по-прежнему рабочие. И только единицы могут противостоять такому напору. Допустим, вчера потерпевшая, она молодец, она быстро сориентировалась. Ей поступил звонок. Мужчина представился сотрудником центра банка. Для того, чтобы убедить женщину, он прислал ей свое служебное удостоверение. И потом сказал, что на нее в городе Москве пытаются оформить кредитные обязательства. Для того, чтобы этого не произошло, ей нужно установить на свой телефон программу. Женщина догадалась не делать этого. Позже, посмотрев в интернете информацию, она поняла, что это была программа удаленного доступа. Одному из сотрудников телекомпании ТВН несколько дней назад дозвонился неизвестный, который представился сотрудником органов внутренних дел. Нам поступило заявление на возбуждение уголовного дела по статье 159, ч. 3. Это мошенничество, совершенное должностным лицом с превышением должностных полномочий. Произошла массовая утечка персональных данных. И ваши данные также были скомпрометированы. По этому случаю у меня к вам есть ряд вопросов. Убедительная интонация, жесткость в голосе, мошенники хладнокровно пытаются манипулировать жертвой и, главное, не дают опомниться. Разговор с нашим коллегой длился 9 минут, и за это время так и не было сказано никакой конкретики. Зато прозвучало предупреждение о возможных действиях мошенников. Мол, не верьте всем подряд, а мне доверять можно. Если вдруг вам поступают звонки, либо же будут поступать звонки, и будут запрашивать у вас какую-либо конфиденциальную информацию, номерокарт, пароли, пин-коды, серийный номер ПАУС, протаснился, вы сразу трубку бросаете и сообщаете номера телефонов на горячей линии Министерства внутренних дел. Разговор уже подходил к сути, когда лжеоперативника спугнул голос супруги абонента, и он бросил трубку. Мошеннику важно, чтобы вы с ним находились один на один. Так легче завладеть умом и чувствами. Они определенными техниками обладают. Это и подключение к голосу, и подключение к интонации, и к речи. И даже вычленяют слова-маркеры, которые их клиент использует. И то есть получается такое созвучие, да, то есть мы как бы вместе. Психологи уверены, что безусловное доверие телефонным мошенникам – это следствие личностной незрелости, либо наличия страхов, на которых и играют. Сотрудники правоохранительных органов не устают обращаться к гражданам с просьбой быть максимально бдительными. Самое главное, вот когда поступает любой звонок, и кто бы ни представлялся, кем бы он ни представлялся, кто бы ни звонил, нужно обязательно звонок этот прекратить. Нужно самостоятельно перезвонить в банк, самостоятельно перезвонить в ту организацию, от имени которой ведется разговор.